итак доброго времени суток друзья и приветствую всех на канале ирзон гейм сегодня мы с вами посетим вновь открывшийся проект который называется атом комьюнити расположенный на платформе рейдж мультиплеер про данный проект мне написала как минимум 6 человек с просьбой зайти и посмотреть не знаю если честно чего вы от меня ждете но давайте зайдем на этот проект и посмотрим ну вот таким вот образом выполнено меню входа в игру и естественно само меню персонализации нашего персонажа как она выполнена мне на самом деле понравилось не особо до придраться можно сказать не к чему но вот персонажи какой-то дерганый баганый само меню ну наверное это на любителя серо-красные цвета на и такой же серый тон этого меню персонализации но в принципе сделано нормально вот нормально видел я конечно и получше но в общем-то придираться не будем к тому же нам увидеть это меню нужно всего лишь один раз когда мы заходим и создаем своего персонажа больше к этому меню возвращаться уже не будем кстати меня очень понравилось и удивило вот это вот настройка не часто ее встретишь но здесь она есть такое вот прикольное добавление к этому вот меню персонализации ну и не будем на нем задерживаться давайте заходить на сам проект и смотреть что же он из себя представляет ну и при первом заходе разработчиками было выбрано вот это вот место появления игроков не знаю чем это было вызвано зачем так было сделано ну действительно не знаю ну вот такая вот картина бросалась изначально в глаза в дальнейшем все переделали но изначально когда вы заходили вы попадали вот сюда где стоят точки аренды непонятно стоит администратор и всем практически всем разъясняет что аренда находится вот там-то аренда находится вот там-то пользуйтесь каршерингом ну можно было бы поставить этого персонажа бота прямо здесь чтобы ни у кого не задал не было таких вопросов то не чтобы никто не его не задавал эти вопросы ну а в дальнейшем когда я перезашел . появление было уже вот это то есть стандартный аэропорт и здесь уже стояли два бота одна вот раздая раздавала задания первоначальные квесты какие-то ну и второй бот это аренда транспорта хотя опять же таки значка аренды на этом месте нету просто стоит бот но здесь хотя бы это было все понятно почему сразу разработчики не выбрали вот это вот стандартное место не поставили ботов по-человечески непонятно вообще на вы бросается в глаза неподготовленность разработчиков к принятию игроков было много рестартов перезагрузок от меня листочки в общем все очень очень неподготовлено ну ладненько выдвигаемся в сторону мэри которая выглядит вот таким вот образом зачем сюда приехал да сам на самом деле даже и не знаю зачем просто чтобы посмотреть здесь стоит бот и еще одна вот такая вот меточка ну в общем то что здесь что там одно и то же меню только там можно устроиться на работу а здесь можно просто посмотреть какие рабочие занятия здесь представлены ну и в общем то весь список вы видите менюшка выполнена прикольно все в том же самом цвете серо-красный в таких цветах выдержан весь проект ну и в общем то мы понимаем что уровни нам не позволяют взять ни одно из этих рабочих занятий а соответственно делать здесь нечего нужно выходить и по карте искать какие-то начальные работы которые доступны с нулевого уровня а это например грузчик фасовщик но и еще ряд каких-то рабочих занятий которые мы сейчас и посмотрим ну и первое что я для себя выбрал это работа грузчиком ну и уже на подъезде к этому рабочему занятию я понял во первых то что я не петь ни один и не первый выбрал это рабочее занятие очень многие сюда пришли второе что-то это мне напоминает вот до боли это было мне знакомо так как я посетил огромное количество проектов в голове уже все перемешалось уже все названия скрипты и все 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 перемешалось но все равно меня не покидало чувство что я это уже видел я где-то это уже видел как это выглядело на открытии вы сейчас видите это напоминало бег зомби из игры days gone туда-сюда носится все друг другу мешают толпа жутко недолго я скажу вам честно здесь я просидел потому что ну действительно было невозможно чем-то заниматься везде много народу везде мопеды бардак но вот это чувство что я это где-то уже видел меня все время нахлёстывало и в результате я вспомнил где я это видел это five life это переработанный проект five life сейчас я вам покажу как это выглядит там и как это выглядит здесь вот пожалуйста вам видео с одного проекта и вот с этого и вот тут то я понял что данный проект atom community это очередная версия старого проекта в новой обертке это не уникальный это не универсальный проект это просто переработанный five life который в свою очередь не сыскал популярности у игроков и на данный момент он открыт он играбельный пожалуйста заходите поиграйте но там небольшой онлайн и все рабочие занятия которые присутствуют на five life и есть и здесь это такой вот опять очередная попытка продать старое в новой упаковке ну а как это выглядит вы сейчас видите разработчики проекта комьюнити просто перелопатили менюшки поменяли стиль менюшек да они сделали более читабельными и крупными в отличие от five life на атоме все менюшки достаточно крупные они читаемые на five life и надо напрягать зрение или вообще не знаю что делать но там есть ряд меню который мы практически не читаемые телефон five life и очень маленький здесь телефон огромный они все увеличили перелопатили но это все то же самое просто control c control v все вплоть до одежды точек все 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 один в один ну да там если в некоторых местах поменяли ботов с мужика на течку поменяли жилетку но сути это не меняет это все тот же старый добрый five life кому-то нравится кому-то нет тот проект но это все то же самое не знаю какова причина копирования одного проекта на другой меняется только название а суть тоже самое ну а раз то же самое то например мне сборка five life не зашла не зашла на мне по своей несбалансированности по своей несбалансированной экономики трудозанятости очень сложные все рабочие занятия они делятся на этапы до каждое рабочее занятие делится на какое-то количество этапов и это все очень и очень сложно ну а соответственно так как не зашла мне сборка five life не зашел мне и этот проект и судя по онлайну а на открытии был рекорд у них 218 человек по-моему на следующий день зайдя я не увидел даже половину видимо многим эта сборка но не заходит тому как five life до сих пор открыт он играбельный заходите играйте но нету там такого огромного онлайн нет люди играют и многим это наверное нравится но это не та сборка которая может стать топовой но это мое мнение ну а чтобы убедиться в том что это копия five life а я поехал на следующие рабочие занятия ну и вот как выглядит рабочие занятия на этих проектах ну и следующим рабочим занятием я выбрал профессию фасовщика она была на five life и она есть и здесь слева вы видите фасовщик атом справа фасовщик five life ну и что называется найдите отличие ну а отличие только в антураже вместо дядьки стоит тетка ну и менюшка переработана надо сказать что менюшка переработана приятно она стала крупнее читается легче в отличие от оригинала от five life а где очень мелко и хрен пойми чего вообще нарисовано нет на этом проекте на атоме сделали все крупно читаемо доступно но это как я и сказал смысл то не меняет до стало легче читать но играется ты точно так же как и на five life кстати на five life я отзывался про эту профессию что она одна из несбалансированных она очень сложная вам надо в голове держать где что расположено бегать от точки до точки она очень сложная но она хреново оплачивается она считается начальной как это выглядит вы видите ну и повторюсь что даже на оригинальном five life не мешало бы переработать вот эти вот менюшки абсолютно непонятно что там на зеленом фоне нарисовано и точно так же тяжело читается разработчики проекта атом да которые мы видим слева сделали все гораздо крупнее и это огромный плюс самим разработчикам five life а не мешало бы это сделать еще наверное год назад но у них все как было так оно и есть и правильно на атоме сделали что все укрупнили и сделали рисунки достаточно крупными но это все косметика хоть и приятно нарисованная крупная но эта косметика скрипты занятия да и проекты все тот же самый все тоже самое я поехал на следующее рабочее занятие которое я посещал и показывал на проекте five life это фермерское занятие она очень задротная я про это говорил сделано прикольно но это все очень очень сложно тяжело долго и не очень хорошо оплачивается не знаю и экономику проекта атом я не ковырял я увидел что это то же самое что и five life поэтому много чего здесь ковыряться мне например не заходит не тот проект значит не зайдет и этот ну а посему вот то что вы видите фермерское занятие естественно все то же самое поменено как и в остальных занятиях тетка на дядьку тыква на какие-то кустики ну и все в общем то а так это все одно и то же одно и то же про работу на five life и я отзывался не очень хорошо потому что я пришел на открытие и вот здесь вот на ферме была толкотня жуткая толкотня машин не хватало за них приходилось драться на открытие five life а все это багалась и дергалась здесь это все работает более-менее и до сюда еще не добрались игроки а потому что все каким-то образом застряли вот на тех начальных этапах здесь как видите не очень много народу хотя на five life и здесь было очень много народу и все толкались никому не хватало машин там тому подобное ну и в общем то чего еще говорить это то же самое вот то же самое как я вначале сказал старый проект в новой обертке вот и все вот и все больше то мне и показать и рассказать нечего это все то же самое что вы можете увидеть на проекте five life если интересно зайдите посмотрите сравните если кто не играл то зайдите на five life потом зайдите сюда если есть какая-то разница вообще где находиться те кто знают проект five life то ну а что еще я могу показать единственное что в отличие от five life а здесь почему-то убрали крафт то есть на five life и можно было собирать там нефти дерево какую-то руду что-то из этого там крафтить я в этом не стал разбираться посмотрел только цены на рецепты понял что ну дисбаланс полный забил на это благополучно здесь же нету этого вообще то есть нету не за добычи дерева не добычи нефти не каких-то там камней или руды этого нету может быть пока нету может вообще убрали я не знаю и разбираться в этом тоже интереса мне никакого нету ну а так вот и кто знает five life то это вот то же самое поэтому не знаю я немножко переживаю что не дополнит ли эта сборка те самые клоновые проекты которые базируются на базе рыдейджа на базе дэднета и не стала ли вот эта сборка еще одним очередным проектом для людей которые хотят вот клонировать эти сборки не знаю не знаю но то что я увидел меня не впечатлило данный проект не является каким-то уникальным не является единственным естественно ну а посему я и не вижу смысла здесь находиться но если вы играли на five life и вам понравилось и вы хотите увидеть что-то другое в другом оформлении то вот этот проект атом комьюнити он открыт но заходите играйте получайте удовольствие ну а у меня на этом всем спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго а